А я говорю, сядь и поешь. Нельзя идти на голодный желудок. Как же поешь тут, когда кусок в горло не лезет? Вот почему, чтобы получить какую-то паршивую бумажку, нужно столько нервов измотать, а? Ну что это? Димка ни свет ни заря убег. Катька, говорит, у неё диета. Виктор, иди завтракать. Где Виктор? В комнате раскопки ведёт. Что-то потерял. Убью, гадёныша! Где? Где этот щенок? Всё точно. Его рук дело. Да Вить, а то что случилось-то? Деньги пропали. Все деньги. До копеечки. Что это? Смета для бухгалтерии. Ты её всё проверила? Так вот, что это за Фелькина грамота? Это заявление о приёме на работу Нины Перепёлкиной. Пиши отдел кадров оформить. Кстати, о Фелькиных грамотах. Не пора ли специальные ведомости оформлять? Тебе-то что, ты же увольняешься. Теперь этим будет заниматься Разбежкиным. Что, у нас незаменимых нет? Да, Вадик? И никогда не было. Ты разве не знала? Кадры нужно обновлять. Кстати, во всех смыслах. Танечка уж точно не будет устраивать мне сцены ревности. Ну, что-нибудь другое устроит. Ты о чём? Разуй глаза. У твоих новых кадров роман. Не флирт, а настоящий роман. Весь офис удача. Татьяна плюс Сергей. Так что ж я не знаю, какие тебе твоя Танечка авансы дала, но светит тебе только... Пошла вон. Что? Вы него! Ты никого ко мне не впускаешь! У тебя с ним уже было? Ну... Вообще-то это... Наше с ним личное, конечно, дело. Таня, ну что ты так переживаешь? Ну, он меня любит, я его тоже безумно... Да, да, и конечно, и поэтому нужно так скоро жениться! Подожди, или есть какая-то другая причина? Какая тебе нужна другая причина, Тань? И эта девушка, воспитанная мамой литераторшей в лучших традициях русской литературы. На твоем месте я бы так быстро не соглашалась. Танька, не беспокойся за меня. Я соглашусь. И сегодня же. Только, пожалуйста, потом не жалуйся. Хорошо. И не говори, что я тебя не предупреждаю. Хорошо, я не буду. У нас, Сережа, все будет лучше всех. Вот видишь. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить Ни с тем, другим, ни с той, другим. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, Ночным дождем приходит в дом. Две волны Друг друга снежно Обнимают две любви. Под ним огнем в ночи Сияют две души. Как две весны, Как я и ты. Пусть на жене судьбы Лишь корабли В открытом небе Две любви Живут, а значит, есть на свете. Я и ты Я и ты Ну что, поехали? А мне, Танюш, через час нужно быть во французском посольстве. Галя сейчас должна подойти. О, хорошо, что сказала, спрятаться. Ладно, вот желаю удачи. Я на работу поеду. Давай, пока. Галька, ну куда ты делась? Я стою, тебя уже 20 минут жду. Ой, боялась не успеть. Все, поехали. Ой, подожди, я так боюсь. Давай такси возьмем. Многие не идут. На такси пробки большие. На метро быстрее будет. Слушай, если они что-то спросят, я же ничего не знаю. Говорить будем одно и то же. Мы с тобой коллеги по работе. Виза нам нужна для того, чтобы ездить за границу, перенимать опыт. Так, а если они что-то такое спросят про строителя французского или архитектора? Скажи Ле Корбюзье. Кто? Ле Корбюзье. Я ж такое не выговорю. Да выговоришь, по дороге отрепетирую. Ой. Господи, Галька, где наша не пропадала? Ой, только в наша не пропала. Не пропадет. Побежали быстрее. Константин Романович, я тут кое-что написала, вы посмотрите. А что именно? Ну, вы же помните, вы же сами мне советовали тогда почитать над пропастью воржи. Ну, я подумала, что будет прикольно попробовать написать что-нибудь в этом же стиле, только про нашу жизнь. Ну, давай, интересно. Да ты смотри, она липнет к нему. В прошлом году чуть на второй год не осталось, а в этом полетри одни пять, прикинь. Так она же влюбилась в него. Это ж коню, понятно. Только у меня сейчас мало времени. Давай я прочитаю и обо всем с тобой потом поговорю, хорошо? Спасибо. Спасибо. А хочешь прикол? Я видел, как они вдвоем уходили искать киного дома. Да ладно? Я тебе говорю. Оболдеть. Вот девчонки умрут. Что ты здесь так хорошо? Это же я не знаю даже, как ты место-то нашла. О-о-о, Нинга, привет, как дела? Привет, Сергей Александрович, хорошо. Вот, Генку своего привела. Оформляться. Здрасте. А, герой пожаловал. Сереж, ну не надо, он маляром будет работать. Ну, правильно, правильно. Пусть лучше кисточкой машет, чем кулаками. Что-то он вам понравится, он хороший работник. Я буду просто счастлив. А ты на объект? Да. А тебя там девушка ждет. Какая девушка? А, ну. Да, практикантка. Где деньги? Ээээ, какие деньги? Верни деньги! Подонок! Я тебе сейчас... Отпусти его, Витя! Отпусти его, Витя! Стоять! Витя! 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 Гадёныш, а! Витя, я хотел как лучше! Я хотел заработать! 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 Кого ты там нашёл? Таких же придурков, как ты нашёл! Витя, полегче, полегче! Отстань! Рассказывай, подонок, ну! Я не украл! Я просто в долг взял и тебе всё отдал бы потом! Потом наступило! Давай, гони деньги! Ну! Нет денег, меня кинули! Его побили и отобрали! Не отобрали! Я сам отдал просто! Они должны были позвонить и не позвонить! Что? Зачем ты им отдал мои деньги? Витя! Витя! Я хотел просто машины купить! Какие машины? Ты водить не умеешь? Ты что, мне заливаешь? Витя, ну для химчистки! Ну, понимаешь, я нашёл людей, нашёл помещение! Ну, нужно было только вложиться! Я бы тебе всё с процентами отдал! Ну, клянусь тебе! Я тебе сейчас покажу проценты! Я тебе сейчас так положусь! Тихо, тихо, тихо! Хорошо! Что за люди? Ну? Где их искать? Ну? Колян и Женька, мы договорились! Позвонил, телефон не отвечал! Я пришёл в офис! А мне сказали, что там вообще нет ни Колина никакого! Не знаю! Ну, всё! Понятно! Господи! Ты понимаешь, что ты там делал? Я его заплюсь! Я сейчас его не дам! Мать! Лучше сейчас его убить! Державный будет пьянкий! Тихо! Ты его не рожал! Прости меня! Дима, прости меня! Прости меня, милый мой! Прости меня! Мать, это такие деньги! Такие большие деньги! Я... Гляди! Гляди, какая фифа! И что она здесь делает? А может, она заблудилась? Ага! А ты подойди, предложи ей помощь! Так, я не понял, это что за перекур на рабочем месте? Это же уголок на Найских мальчиков устроили! Работы не хватает? Бегом! Ну, ты извини, я совсем замотался! Вот давно ждёшь? Да нет! Всего минут сто! Да, ты зачем сюда-то забралась, а? Почему внизу на проходной не подождала? Ну, вообще-то мне же нужно изучить объект! Мне же по нему всё-таки отчёт писать! Ну, да! Спецодежда у тебя, прямо скажем! Ты бы ещё балетную пачку одела! Фух! Ну и денёк сегодня! Устал, как собака! А хочешь, я тебе массаж сделаю? Я вам нею! Тань, мы же договорились, а? Да! Но мы не договаривались, что ты женишься на Разбежкина! А это был экспронт! И скоро свадьба! Чем скорее, тем лучше! Это же так! А к чему такая спешка? Или ты боишься, ты боишься, что твоя Разбежкина здесь не расхватка, кроме ци Аллочка? А я не знал, что ты такая злая и циничная! Это ещё вопрос, кто из нас циник! Ты что, всё забыл? Или ты действительно думаешь, что со мной так можно поступить? Я перезвоню! К тебе пришли! Кто? Виктор Николаевич Рыбкин! Я тебе сказал, что кроме Разбежкина меня ни для кого нет! Сожалею, он вас не примет! То есть как это не примет? Вадим, это я! Извини, что врываюсь! Такое дело! Послушай, сейчас не самое подходящее время, я занят! Дело очень серьёзное! Димка связался с уголовниками, и они выманили у него деньги! Меня здесь при чём? Ты же нам не чужой! Я говорю, брат мой Димка в беду попал! Ну так иди выручай! Брат твой что-то ко мне пришёл! Вадь, ну ты бы помог по-свойски! Что вы на этот раз, деньги, адвокаты? Что, что? Вот что вы ко мне привязались? Ты, сестра твоя полоумная! Послушай, ты вообще думаешь, что ты говоришь? Ну-ка пошёл вон! Ириш! Пока охрану не вызвал! Вадь, Вадим, ты чего? Я же с тобой, ты же... Ты же мне как брат, я к тебе обращаюсь! А я бы повесился, если бы у меня был такой брат! Давай! Либо ты сейчас сам уйдёшь, либо отсюда тебя вынесут! Жанна! Вызывай охрану! Даже так? Ну что ж, хорошо! Я уйду! Уйду, уйду! Только я, я не позволю так с собой обращаться! Понял? А ты, а ты совесть потерял! Ты зажрался! А я объявляю голодовку! Я спокоен, я... Я совершенно спокоен! Прости, я не хотел тебя обидеть! Поверь, мне действительно жаль, что ты этот воскрайний! Но я женюсь! Это решение окончательное и обжалованное не подлежит! Я... Не понимаю! Я не понимаю! Но почему ты выбрал её? Нищая! Провинциальная дурочка! Ноль! Без палочки! Ну, смазливая! Западана её! Ну, жениться-то зачем? Ты же через год от тоски завоешь! Вряд ли я люблю её! Ну, чем я хуже, скажи мне? Ну, что у меня есть такого, чего нет во мне? Ты пойму, ты не хуже! Ты не хуже! Ну, как тут можно сравнивать, оценивать? Ну, это просто что-то другое! Это как тайфун, цунами, понимаешь? Не хватит! Ты пожалеешь об этом! Ты пожалеешь! Ты свои локти кусать будешь! Да поздно будет! Что вы на меня так смотрите?! Ой! Привет! А ты... ты к Горину? Очередная гениальная идея! Ну, ладно, ну, пошутила я! Слушай, а может, действительно к нам на работу, а? Я в отделе кадров работаю, все вакансии знаю! Слушай, может, водителем? Отстань ты! Водителем, водителем! Что думаешь, я просто так здесь штаны просиживаю? Это голодовка, понятно? Голодовка? Голодовка в знак протеста! А... а в честь чего протестуем-то? Голодовка посвящается свободе и защите прав личности! В данном случае моей! Я вообще сейчас здесь митинг соберу, понятно? И не уйду отсюда, пока справедливость не восторжествует! Я не позволю попирать! В честь чего не хотите? Нет, не хочу! Пришла на конец! Горин рвёт и мечет! Я бы на твоём месте хорошенько подумала, как объяснить своё отсутствие на рабочем месте! Жанночка, а я бы на вашем месте поменьше ела! Иначе перестанете помещаться вот на этом самом рабочем месте! Приятного аппетита! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день! Вызывали? Вот! Визу получила! Пишите объяснительную, почему у вас не было на месте в рабочее время! А я же была в посольственном собеседовании! Жанна была в курсе и Сергей её тоже говорила, что я задержусь! А вы ничего не перепутали? С каких это пор Никифоров здесь главный? Позвольте вам заметить, что только я решаю отсутствовать моим сотрудникам или нет! Я могу идти? Идите! И запишите себе прогул за сегодня! Хорошо! И ещё! В ближайший выходной будьте любезны отработать! Иначе уволю! Я поняла! Кроме одного! Если я запишу себе прогул, зачем его отрабатывать? Но я посмотрю в трудовом кодексе! Успокойся! Всё! Ну-ка я невидаль! Франция! В другую страну поедешь! Да не хочу я! Никакой не Франция! Ничего не хочу! Пусть идут они к чёрту! С чем ты им не угодила? Вот документы все в порядке! Я не знаю, мама! Ну-ну-ну-ну! Ну-ну-ну! Вроде бы на вопросы все нормально ответила! А он мне говорит, хотите во Франции остаться? Я говорю, почему бы и нет? Хочу! У вас такая страна хорошая! Ну, польстить ему хотела! А он такую рожу скорчил, как лягушек объелся! Надо было мне с тобой ехать! Я бы им устроила! Бородину! Ой, мам, не хочу! Не надо было Таньку со мной посылать! Наверное, она на меня наговорила-то! Ну, чё ты взяла-то? Ну, ей-то зачем? А чё сказала, что я его языка не знаю? О, да! А то бы они так и не гадали, что ты по их нему не бум-бум! Ну, а чё они тогда так? Небось, Танька обзавидовалась, что у меня с Вадиком любовь настоящая! Она говорила! Мам, прогони их, прогони их! Всё, хватит чушь пороть! Уедут они скоро, уедут! Как Таня квартиру снимет? Мам, когда? Мам, я не могу больше! Ну, как Танька появилась, ну, у меня же вся жизнь на перекосяк! Ну, всё, ладно, глупостей! Не надо глупостей говорить, деточка! Значит, скажем Вадику, чтобы он тебя в Карелию отправил полечиться! Олька! Мам, ну что ж вы все хотите меня куда-то отправить? Сбагрить, сплавить? Мам, ну что ты с ними заодно что ли? Галя, ну что ты придумываешь? Вот всех уже обвиноватила! Никого не оставила! Ой, Вадик, Вадик! Она была не тороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязания на успех, без этих маленьких ужимок, без притязательных затей, всё тихо просто было в ней. Вы прослушали отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегин, в исполнении заслуженно-незаслуженного артиста Сергея Никифорова. Как, неужели это не я написал, а? Опять он меня обогнал? Ну, Серёночка, ты не обижайся, он просто немножко раньше тебя родился. А где Татьяна, вы разве не вместе были? А, я её. Отпустил. Думаю, на сегодня с неё впечатлений достаточно. А ты что поделываешь, пописываешь? Объяснительная. Как я посмела без личного разрешения господина Горина покинуть рабочее место для того, чтобы получить визу в посольстве? Что за бред? Он же сам хотел, чтобы ты получила визу. Хотел. А теперь представляешь, вызвал меня к себе, наорал, грозился уволить. Да, на меня тоже что-то ни с того ни с сего наехало. Ну, ты самое главное не дрейфь. Разведчики в бою своих не бросают. Отобьёмся. Да, ну ты, кстати, визу получила? Конечно. Отлично. Отлично. Тогда в свадебное путешествие мы едем. Какую страну ты предпочитаешь? Италия, Испания, Франция? Ну, а с чего ты взял, что я согласна лететь за тебя замуж? У тебя есть варианты. Это же судьба. Сам Настрадамус предсказал. Татьяна Разбежкина и Сергей Никифоров созданы друг для друга, ибо так настрадал предсказамус. Ну, ему легко было говорить, ему с тобой не жить. Ты имеешь в виду, ему со мной не учиться? Тук-тук. К вам можно? Приходи сегодня в гости. Будем ужинать в тихом семейном кругу. Узком кругу Миши. Если уже даже после сегодняшнего семейного ужина ты не поймешь, что я просто создан для семейной жизни, тогда тяжелый случай. Ничего не поделаешь. Ну что, придешь? Домой? К неженатому мужчине? Рискую своим честным именем? Я не знаю. Ну, а как ты думаешь? Вот скажи, как ты думаешь? Угу. А вот я согласна. Ура. Ура. Девушка, простите, обручальные кольца где у вас? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А обручальные? Точно. Ну, тогда с бриллиантом, строго и со вкусом. То, что надо. Только, девушка, у меня невеста, а девушка хрупкая. Ей что-то поизящнее, можно? Да, конечно, давайте посмотрим вот из этой серии. Давайте смотреть. А вам какое нравится? Мне? Ну, пожалуй, вот это. Вот это. Я никогда не думал, что так трудно выбирать. Просто не хочется ошибиться в такой важный момент. Еще не знаете, да или нет? Точно. Чаша весов пока колеблется. Скажите мне, девушка, только честно. Вот такое кольцо. Сможет перевесить чашу весов на мой сторону? Жан, они мне здесь наприсылали, я не пой... Я же ее в министерство отослал. Так, это ты чего здесь? Однако, короткая у вас память, господин Горин. Позволь напомнить, что ты наорал на меня и выгнал из кабинета. Так, послушай. Если один человек позволяет или считает возможным наорать на другого и выгонять его из кабинета, как собаку, то другому этому человеку ничего не остается, как объявить бессрочную голодовку. Прекрасно, я объявляю бессрочную голодовку. Пускай все знают, что Витя Рыбкин лучше умрет, но не даст над собой издеваться. Что ты? Над кем ты смеешься, Вадик? Ты же над собой смеешься. Витька, ты меня порадовал. Понимаешь, здесь так все хреново, а ты со своими идиотскими шутками. Ну, ну вот что... Вот что-то... Послушай, тебе бы в цирке работать. Я попросил бы. О, ты попросишь, Зарьки. Ты попросишь, не сомневайся. Пойдем, Витек. У меня там коньячок хороший есть. Вот только пожрать нечего. На голодный желудок много не выпьешь. Вот, на улицах раздавали. Через 20 минут пицца у нас. Так, нет. Не могу я ее больше. Так о чем и речь, Вадик? Ну, сколько можно себя этими фастфудами гробить? Мы же предлагаем тебе нормальную, здоровую домашнюю пищу. Ну, хочешь, будем готовить твои любимые блюда. А хочешь, каждый день новые будем пробовать, а? Соглашайся, Вадик. Ты не Рыбкин. Ты рыба прилипала, понимаешь? Живого не слезешь, а? Ну, пойдем. Расскажешь так, коротенько, на минут 40, как ты можешь. В чем дело? Только я никак не могу понять. Ну, как же ты не можешь понять, Вадик? Пойдем. Нальем и разберемся. Вот, говорят, у женщин нет логики. Ну, а то какая логика в том, чтобы убираться перед приходом женщины, вот, которая здесь уже была и весь этот хлам она видела? А логика в том, чтобы ты хотя бы свой компьютерный стол убрал. Ну, тогда мне понятно, почему ты женишься. Ты чего? Ты думаешь, она туда полезет? Вот ты мне скажи, а, Мишка. Ну, у всех нормальных мужиков под кроватью что лежит? Журналы с голыми тетками. А у тебя все про компьютеры. Ты знаешь что, ты не беспокойся. Я отлично знаю, как устроены и те, и другие. А вот, когда ты за компьютер садишься, вот ты мне сразу напоминаешь басню про мартышку и очки. Кто же мне бином Ньютона? Да если захочу, я разберу его за две минуты. О, ну так дурное дело-то не хитрое. Ты попробуй собрать. А я и соберу. И даже лишние запчасти останутся. Ну да. Зато я лучше тебя играю в морской бой. Слушай, а что это за вещи? Куда это ты собрался? А что? Я картошку почистил. Все, сваливаю. Ты что, бросаешь меня в самый трудный момент? Ну, почему же, я наоборот облегчаю тебе задачу. Стоять. Мишка, я обещал Тане семейный ужин. Ну, я буду третьим лишним. А если она увидит, что тебя нет, развернется и уйдет. Да она будет смотреть только на тебя. Илья вообще ничего не понимает. И в кого ты у меня такой умный. Ну, как? Ой, Танька, красавица ты моя. Ой, ой, а раскраснелась. Ну, прям Наташа Ростова перед первым баллом. Ой, мамочка, мне бы еще такое платье, конечно, как у Наташи Ростовой. Тут совсем простенькое. Ну, и украшений у меня тоже нет. Да, Тань, хорошо. И невызывающе. Ну, не знаю. Ой, Танька, мне прям душа не на месте. Совсем из-за него голову потеряла. Мамочка, ну не волнуйся ты так. Я могу думать даже с такой головой. Да я знаю, ты у меня умница. Быстро у вас все, чем получилось. Тань, ну только что познакомились, ты уже к нему домой идешь. Мам, ну я же тебе объясняла, это совершенно не то, что ты думаешь. Это будет семейный ужин. Там будет его брат даже присутствовать. Знаешь что, если ты будешь волноваться, я никуда не пойду. Нет, Тань, 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 ну что ты, все, все, извини, все. Все хорошо. Ой, какая красотка. Ну как, свидание? Повезло парню. Подожди одну минутку, я сейчас. Знаешь что, мам, и ложись спать без меня. Ладно, только обязательно примери лекарства и веди себя хорошо. Обещаешь? Обещаю. А ты обещаешь? Анюта. Тетя Вера, какая нос красавица. Ну вот, теперь совсем хорошо. Ну как? Да. Ань, спасибо тебе. Спасибо большое. Так, ну ладно, я уже и так задержалась. Все, мам. И не нервничай. Тетя Вера, ну что вы, все на кухне, да на кухне. Там сейчас такой интересный сериал начинается. Ой, Анечка, спасибо, я уж видела. Это другой. Да какая разница? Анют, я тут одна посижу на кухне. У меня тут стульчик специальный, переживательный. Ты иди, 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 прости. Сколько волка не кормил, он все равно в лес смотрит. Сколько Витю не поил, он все равно стаканами пьет. Даже коньяк. Это потому, что я русский человек. Это потому, что ты выпивоха. Ой, Витька, я не знаю, что делается, вот крутишься, как белка в колесе. И вроде машины, и работа, деньги, а счастья нет. Ну вот как это, а? Видишь ли, Вадик, а жизнь вообще штука сложная. Я бы даже сказал, иррационально. Нет, инфернально. Чего? Какая? Хреновая. Ну это если совсем коротко. И вообще, мне бы твоя забота. Вот пятьдесят штук коту под хвост, вот это трагедия, понимаешь? Ты о чем? Ну я же рассказывал тебе. Кредит я в банке взял, чтобы квартиру обставить. Ну мебель там, то да сё. Понимаешь? А этот гадёныш, Дима, взял эти деньги с пёра и отнёс каким-то аферистом. И перечисли, ищи. Сколько, ты говоришь, там денег было? Не спрашивай даже. Пятьдесят тысяч, Вадик. Понимаешь? До сих пор в себя прийти не могу. Ну я ему устрою. Ах, получается всё, моя новая жизнь накрылась медным тазом. На, и ни в чём себе не отказывай. Прошу. Ух ты, какая красота. Цветы какие красивые. Мадам. Мазай. Ах, простите, какая ужасная оплошность с моей стороны. Ну ничего, вот такому мужчине можно много просить. Ну чёрт. Я, я забыл. Позволите. Ну чуть-чуть. Я хочу выпить за самую прекрасную женщину на свете. А где Миша? А, его не будет, он ушёл к приятелю. Как это к приятелю? Ты же говорил, что будет семейный ужин. А ты меня опять обманул? Нет, честно, я даже не знал, что, что он уйдёт. Если бы ты слышала, как я его уговаривал. А ты что, боишься? Чего? Ну не знаю того, что я на тебя наброшусь. Серёж, тебе не кажется, что чем-то пахнет? Курица! Нет, Вадик, не возьму. Ты что, такие деньжищи? Да ладно. Нет, 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 не возьму. Это я тебе долг отдаю. То есть? Помнишь, ты мне свой мотоцикл оставлял, ну, в пользование, когда в армию уходил? Моего дела? Вот, вот, ну так я его чуть не угробил. Всё, считай в расчёте. Бери, а то обижусь. Вадик, ты... Ты просто... Ты настоящий, понимаешь? Ты мужик, ты... Я отдам всё, честное слово, я отработаю, отдам, клянусь тебе. Не бери ты в голову, давай лучше выпивай, ещё по капле. Слушай, а я тебе скидку сделаю. Двадцать пять процентов. На что? Нет, это хорошая идея. Ну как на что, обеды в офис, я же тебе рассказывал, ну. Вадик, считай, что вложил деньги в выгодный проект. Давай. Ты про это, я, ну, ты вот, ты о деньгах можешь не думать хотя бы секунду? У меня, вон, денег, куча. И что мне? Что мне на них лежать, что ли? Ох, уж если лежать, то с кем-нибудь. Видишь, и ты, как всегда, о своём. Ну что ты заладил? Да ну их, к чёрту, этих баб вообще. Ты представляешь, какая выгода тебя ждёт, а? Нет, серьёзно. Будешь отдельно ото всех питаться. Понимаешь ты, нет? Это эксклюзив, Вадик. Ну, хочешь галькины, галькин борщ, мамины пельмени. Небось, помнишь, как по сорок штук закладывал, а? Ой, напоминаю, нет, слюньки текутся. Вот, я о чём. Давай соглашайся. Ну, хватит вот этой вот травить себя. Ну, гадостью питаться. Ох, Витя, лучше тебе сказать да, чем объяснять, почему нет. Ладно, готовь договор, я подпишу. За это надо выпить. Давай. Эх, заживи вам. Да, скорее бы. Я здесь подумал, может, жениться, что ли? Хочешь закончить жизнь самоубийством? Лучше застрелись. Это быстро и не так болезненно, знаешь? Я тоже так раньше думал, да. А теперь, я не знаю, устал, что ли, это одиночество. Эти бабы случайные. Я уж думал, что здесь нашёл свою жарптицу. Она казалась, как все, лживая, подлая дрянь. Как она тебя зацепила-то, а? Прям не узнаю тебя, Вадик. Кто хоть такая-то? Да сестрёнка твоя. Кто? Я предлагаю выпить за эту курицу. Ибо она пострадала за красоту. А красота спасёт мир. Почему это она пострадала за красоту? Ну как же. Когда рядом сидит такая красивая женщина, мужчина не должен думать больше ни о чём. тем более о курице. И она, бедняжка, сгорает. Предлагаю выпить, не чёркайся. А теперь предлагаю выпить ещё за одну жертву. За кого? А я? Слушай, ну так нехорошо. Ты меня просто делаешь каким-то серийным убийцей. Ну ты же не виновата, что ты так убийственно красива. Кроме всего прочего, что касается этой несчастной, то в этом есть и моя вина. Слава Богу, у нас есть ещё торт и закуски. Ты не против? Я уберу останки. Дай, пожалуйста, руки. Зачем? А ты риск не увидишь. Это мне? Ты здесь видишь кого-то ещё? Серёжка, слушай, я так мечтала о мобильном телефоне, как ты угадал? Такой красивый, такой маленький. Слушай, он, наверное, безумно дорогой, да? Я готов дарить тебе такие каждый день, только бы увидеть твою улыбку. Такой классный. Альда, я... чуть не забыл. Это... тебе. А что это? А, подожди, дай я сама угадаю. Да, это, наверное, какой-нибудь прибамбасик, да, для телефона. Или ремешочек такой, знаешь, с блестючком. Мне так нравится. Нет, мне мама всегда в детстве называла сорокой. Знаешь почему? Потому что я у неё что-то украду, а она, ну, не украду, а возьму просто какие-нибудь бусы и так далее, и ношу. А она никак после этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова